Власти продолжают помогать малому бизнесу. Небольшие предприятия получают ту поддержку, которая помогает им оставаться на плаву и развиваться дальше в непростое для всего мира время. Пандемия коронавируса сильно ударила по представителям малого бизнеса. Но некоторым предпринимателям повезло. Власти оказали им финансовую помощь. Как раз к таким счастливчикам относится и Светлана Соколовская, которая смогла на полученные средства открыть салон красоты. Светлана Николаевна получила у нас грант на маленькую сумму. На самом деле маленькую, всего 121 тысячи рублей. И даже эта сумма, как она говорит, оказала существенное влияние на то, чтобы открыться побыстрее. В профессии Светлана уже 20 лет и смогла расширить предприятие с маленького кабинета до полноценного салона красоты. В будущем она также рассчитывает на поддержку при дополнительной закупке оборудования. Тут очень много вложено в оборудование, именно медицинское. Еще мне надо будет докупать, так как хочу получить медицинскую лицензию. Мед оборудование, но очень дорогое, в разы дороже, чем нежели просто стандартное оборудование для мастеров педикюра, маникюра. Но Светлана не единственная счастливица. Суммы для поддержки малых предприятий будут выделяться и дальше. В ближайшее время в Мурманске должно реализоваться несколько новых проектов. Проекты в сфере общественного питания, в сфере туризма, в сфере производства мебели, в сфере торговли цветами, одеждой. Реализуется достаточно много проектов, связанных не только с торговлей продуктов питания, но и с изготовлением продуктов питания, в том числе основанных именно на северном сырье, северной кухне. Город старается помогать своему малому бизнесу. Для этого ежегодно выделяется от 3 до 7 миллионов рублей. Глава администрации подчеркнул, что выбранные методы поддержки работают, а количество новых предприятий только растет.